Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи канал Изискальпинг. И сегодня я расскажу вам о еще одном Move to Earn проекте, который называется Aglet. Данный проект имеет уже реальный продукт, и я пользуюсь данным приложением. Но по поводу заработка, оно все-таки не на текущий день, а на перспективу. Приобретение NFT-кроссовок. Если непонятно, сейчас объясню. Поехали! Как всегда, качаем приложение Aglet, и если его нет в Apple Store или Apple Pay Маркете, скачайте при помощи VPN. Но если VPN не помогает, для того, чтобы скачать его, вам нужно поменять регион в Google Play, если у вас Android, и в Apple Store, если у вас iPhone. Для пользователей iPhone покажу наглядно, так как у меня iPhone. Для начала заходим в настройки. Далее выбираем вверху свой аккаунт Apple Pay. Далее заходим в медиафайлы и покупки. И нажимаем «Посмотреть». Далее выбираем «Изменить регион». И выбираем любую страну из запада. Я выбираю, например, регион Италия. Далее вверху выбираем «Нет кредитной карты». И вводим ниже все необходимые данные. И у вас, скорее всего, загорится один пункт красным цветом. В моем случае это строка CAP. Это индекс страны. Тут нужно ввести 5 или 6 рандомных цифр. Точно не помню. Все графы должны быть заполнены. И нажимаем «Сохранить». Вуаля! Перезаходим в Apple Store и скачиваем наш необходимый Аглид. Для хозяев Android все проще. У меня Android, к сожалению, нет, но я вам покажу из интернет-ресурса. Для начала откройте само приложение Google Play на устройстве Android. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок вашего профиля. Выберите «Настройки», далее «Общие», «Настройки аккаунта и устройства» и выберите «Страна и профили». Коснитесь названия нужной страны и выберите любую другую страну из запада. Добавьте способ оплаты для нее. Следуя инструкциям. Не знаю, или можно на Android пропустить этот пункт, как на iPhone. И также скачиваем его. Далее регистрируемся. Тут ничего сложного. И вам даст первые кроссовки абсолютно бесплатно. Далее вам на выполнение неких квестов. Это первая тысяча шагов, две с половиной тысячи шагов, пять и десять тысяч и так далее. Вам будут давать рандомные кроссовки. А за ходьбу будут начисляться аглиты. Тут, как и в приложении Stepan, будут показатели, влияющие на заработок и также износ. Но что самое интересное, это то, что чинить кроссовки можно, найдя на карте необходимую точку. Которая будет выделена специальным значком. И зайдя на нее и нажав, вы отремонтируете свой кроссовок абсолютно бесплатно. Также тут есть повышающий коэффициент, который умножается и зависит от погодных условий. Чем погода хуже, тем больше заработок. Нажав на кроссовок, вы можете заметить минимальный показатель заработка за тысячу шагов. И чуть-чуть правее, максимальный заработок за тысячу шагов при повышающем коэффициенте. Также вы можете зайти на Marketplace и купить себе другие кроссовки за заработанные за ходьбу аглиты. Или продать свои, например, накопившиеся кроссовки. Но в данном приложении также еще есть и золотые аглиты, которые нам и понадобятся на перспективу для приобретения NFT-кроссовок. Обычная валюта серебряные аглиты по факту ничего не стоят. А вот золотые нам нужны для приобретения не простых кроссовок, а NFT-кроссовок. И вы можете выставить на продажу свои кроссовки не за серебряные аглиты, а за золотые. Как правило, приложение само назначает минимальную цену за них в золотых аглитах. За нее они улетят очень быстро. Но есть один минус. Чтобы выставить кроссовки за золотые аглиты, нужно заплатить комиссию. И для этого нам нужно нажать на значок золотого аглита и приобрести себе хотя бы набор за 1 евро, состоящий из 5 золотых аглитов. И после чего мы можем начать зарабатывать и скупать в будущем NFT-кроссовки. А теперь объясню суть стратегии. Обычные аглиты вы можете зарабатывать из воздуха, то есть за обычную ходьбу. И влаживать вам ничего не нужно. Из-за них покупать определенные кроссовки, введя их название и найдя минимальную сумму на маркетплейсе. Далее, после покупки за так называемые фантики, то есть за серебряные аглиты, мы можем выставить их на продажу за золотые аглиты. И так делаем, пока не накопим 200 золотых аглитов. Именно столько стоят NFT-кроссовки. И они выходят в очень ограниченном количестве. Последний розыгрыш был в размере 500 штук. А пользователей в день заходит более 100 тысяч человек. Понимаете, какой спрос, да? Аирдроп новых NFT-кроссовок проводится примерно раз в две недели. Разработчики публикуют о датах у себя в Твиттере. И если изучить их дорожную карту, и мы можем увидеть, что в третьем-четвертом квартале мы сможем начать продавать наши NFT-кроссовки на маркетплейсах, а также на OpenSea. Возможно, разработчики к этому времени сделают, что мы сможем продавать на их внутриигровом маркетплейсе за обычную криптовалюту. Или внедрят свою криптовалюту, с помощью которой мы сможем начать зарабатывать. Тренд Move to Earn только развивается. Кто знает, что будет дальше, возможно, мы сможем здесь начать зарабатывать за ходьбу не из-за фантики, а за реальную криптовалюту. Но для этого нам необходимо будет уже купить NFT. Посмотрим. Есть еще один перспективный Move to Earn проект, который выйдет на днях. Это будет полная замена Степану. Про него ты можешь узнать у меня в телеграм-канале, ссылка на который будет в описании. И что самое интересное, что мне больше всего понравилось, это то, что бренды заключили с данным приложением Aglet контракт на разрешение использования их брендов в приложении с детальной прорисовкой кроссовок. И если хочешь получить кроссовки Степан абсолютно бесплатно, то посмотри данное видео. Подпишись! Подпишись! Подпишись!